Сегодня у нас два новых для нас лектора и сейчас один из таких дебютантов, как говорил Константин, предыдущий лектор, наш сексуальный дебют. Вот это сексуально-научный дебют. Лектор Алена Асадова, психолог. И спасибо, что Алина мой помощник, она ищет, как раз она координирует молодую такую кровь ученую. Подходите либо ко мне сексуальную, да. Я по науке, а она по сексу, так что подходите к Алине и предлагайте ей что-нибудь про это. И я с радостью вам представляю психолога и с дебютом, с бочином. Поехали. Здравствуйте. Я думала, что моя лекция будет про секс, но как-то вышло про любовь. Итак, мы будем говорить про доверие и сексуальность, как говорить о сексе с партнерами и детьми. В Советском Союзе секса не было, сейчас вроде бы дали, и нужно с этим что-то делать. Тем не менее, у нас огромные трудности, то есть мы легко шутим про секс, вообще восхитительно, но при этом огромные трудности говорить о нем, говорить действительно о своих желаниях, потребностях, говорить с ребенком, допустим, одна из самых животрепещущих тем. Почему? Конечно же, потому что эта тема связана со стыдом, его передают нам из поколения в поколение. Секс – это грязно, секс – это что-то или запретно, либо табуировано. Поэтому очень важно говорить сейчас, будем говорить о доверии, о том, в общем, о доверии, которое формируется в семье. Что очень важно, чтобы ребенку транслировалась родительская позиция. Когда мне трудно принять какое-то решение, я проговариваю у себя в голове родительскую позицию. Я родила тебя на свет, я тебя люблю, я принимаю тебя целиком. Нормально, если ты злишься, нормально, если ты обижен, нормально, если ты расстроен. И я принимаю все это, я рядом с тобой. И тогда гораздо проще принимать решения нужные. Нужно разрешать. Задача взрослых очень здорово, когда есть доверие, и родители способствуют познанию мира ребенком. То есть ребенок, он приходит на свет, и для него все незнакомо, ему нужно узнать все, что угодно. И рано или и поздно возникает вопрос секса, вопрос того, как я появился на свет. И здесь родители сталкиваются с множеством вопросов. Во-первых, говорить или не говорить про секс. Если говорить, то что говорить про секс. Как реагировать, если ребенок сам спрашивает про секс. И кто должен про это вообще рассказывать? Ну и существуют две крайние точки зрения по сексуальному просвещению. То есть, либо не надо ничего обсуждать с детьми, они сами узнают. Ну или в школе, либо школа должна об этом рассказывать. И необходимо дать максимум информации, то есть положить максимально. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Когда мы говорим о том, что ничего не нужно рассказывать ребенку, это про что? Это про отход, это тоже про стыд. Мне неловко, и я лучше не буду это делать. Вот как-нибудь само там разрешите. Но все же узнают про секс рано или поздно. Либо вопрос расскажет школа. В школьной программе нет сексуального воспитания как такого. Но не рассказывают про это. Ну, узнают ребенок на уроках ОБЖ и биологии. Про репродуктивную систему и про различные ВИЧ-заболевания. Но к тому времени уже свершится... Ой, как мне понравилось. Считай, сексуальный дебют. Уже как бы поздновато. Хотелось бы раньше. Необходимо дать максимум информации. Возвращаемся к предыдущему слайду. Даем ту информацию, которую ребенок готов воспринять. Не даем больше, чем нужно. Другой вопрос. Вот здесь я на нем на самом деле тоже сама подвисла. Психологи разделяются. Говорить про секс, объяснять ребенку про секс, когда он спросил, то есть мама, что такое секс, либо предугадать заранее. И тут такое двойственное. С одной стороны, очень здорово, когда ребенок спрашивает, значит, он готов, он интересуется этой информацией, мы можем рассказать доступно и легко. Но с другой стороны, есть дети, которые не спрашивают про секс. Они узнают про это. Вопрос, что они узнают, какие образы у них отложатся. И вот это и сформирует отношение, вот это стыда к сексу. Возможно, может быть, лучше и заранее рассказать. Допустим, я вспоминаю, подруга рассказывает о том, что в возрасте 5-7 лет приходит семья с маленьким ребенком, мальчиком. Говорит, мы идем в комнату, должны пообщаться, дружить. Я не знаю, что на меня. Говорит, нашло, я подняла юбку, сняла трусы, все карты на стол. У мальчика истерика. Он убежал, его нужно было успокаивать. То есть, возможно, если вы ребенку объяснили, что есть мальчики, есть девочки, они различны, то такой травмы и не было. Но, не знаю. Говорит, я нашла его ВКонтакте, у него жена, дети, все есть. Слава богу, отлегло. Не все так плохо. Это вы и нет. И здесь тоже вопрос, что должны дать родители. Мне кажется, нужно разделять на безопасность. Давайте, поехали дальше. Мы говорим о том, что сексуальность, это, в общем, поэтапный период, и она различается. Допустим, в возрасте 3-5 лет, когда дети задаются вопросом, этот вопрос естественный. Это как устройство, что такое секс, наравне с устройством, как работает, допустим, завод в будильнике. И здесь очень важно не совершить ошибки. Не дать понять ребенку, что, господи, эта тема запретная, не дай бог, кто мне спросит. То есть, нельзя говорить о том, что тебе еще рано об этом знать. Или где ты про эту, скажем так, где ты про эту вещь узнал. То есть, не будем с тобой говорить. Как-либо уходить от этого вопроса не стоит. Я считаю, что важно ребенку, допустим, в возрасте 5 лет, когда в детском саду, объяснить элементарные вещи, дать базу. Про то, что есть мальчики и девочки. Вести эти понятия ужасно медицинские, но пусть они будут. Различие, что у девочек вагина, у мальчиков пенис. Мы различаемся, показать значимость обоих полов, то есть, они равноценны, никто там не обделен. Рассказать о гигиене, потому что это тоже тема безопасности. И вот почему про любовь получилось. Мне кажется, очень важно дать представление о сексе как о интимности, как о том, что абсолютно нормально, абсолютно естественно. Мы должны говорить о том, что секс — это прежде всего про любовь. Чтобы потом, впоследствии, вот этот огромный стыд, он не перекладывался. Прекратить вот эту передачу из поколения в поколение, что любовь, ну секс — это хорошо. Действительно хорошо. Мы занимаемся им добровольно, приносят удовольствие, никто не жалуется. Ну или открыто не говорит об этом. Итак, если трудно говорить с ребенком, действительно, трудно подобрать слова, что делаем? Огромное количество книг. Задал вопрос ребенок, допустим, в маршрутке куча людей, либо мы не ожидали этого вопроса, мы не готовы. Что делаем? Говорим о том, что… Ой, интересный вопрос. Мне нужно подумать, как тебе лучше на него ответить. Приходим домой, открываем циклопедию, все в картинках, все замечательно, под возраст все подобрано, идеально. Детьми вроде бы все понятно. А, еще про безопасность. Мне очень понравилась эта вещь, допустим, в Европе вообще все как-то гораздо лучше с сексуальным воспитанием. Допустим, в Нидерландах сексуальное воспитание начинается с 7 лет, и есть правила нижнего белья. То есть те части тела, которые прикрывают нижнее белье, называются интимными. И никто посторонний не может трогать и рассматривать это. Если кто-то пытается это сделать, просто расскажи мне об этом. Мы подумаем, что с этим делать. Это про безопасность, это нормально, потому что огромное количество детей подвергается сексуальному насилию. Об этом, к сожалению, не какая-то такая темная тема, но мы должны об этом помнить. Почему нет? С детьми вроде бы все понятно, что с подростками делать. Опять возвращаемся к теме доверия и безопасности. Если у вас все круто и замечательно, то с подростками, естественно, можно поговорить об этом. Допустим, моя коллега, я у коллег спрашивала, как вы со своими детьми разговаривали. Она говорит, ой, я плохая мать, я вообще ни о чем не говорила. Но при этом, мне кажется, с ребенком, думаю, все в порядке. Треба моя коллега рассказывает о том, что в 4 года или в 5, я не помню, посадила двух детей, все по энциклопедиям, замечательно, в 14 лет. С ними поговорил папа, рассказал про мастурбацию, была легализация мастурбации. У нас чаша с презервативами, мы иногда сами берем оттуда, нам же тоже нужно. Как-то так, что-то хочется посерединке немного. С подростками. А если этого доверия нет, ну, как бы и нормально, подросток, ну, такое время вообще очень тяжелое для всех, прежде всего для подростков и для родителей. Подростки, они сепарируются, нужно вот это разделение. Очень много вещей становится неловким. Но, опять же таки, позиция родителей, мы должны донести необходимые вещи. Господи, просто купили несколько книг, сексуальную энциклопедию, положили на полку. На полку встанет интересно, откроет, сам пролистает. Если видите, что ребенок ходит с энциклопедией, там, пролистывает, можно сказать, ты хочешь что-нибудь обсудить или я готова с тобой обсудить какие-то вопросы. Мягко, ненавязчиво, не нужно травмировать, да, не нужно в 14 лет давать ребенку презервативы, говорить, на, тебе это пригодится. Ну, тяжело, тяжело. Пригодится, но позже. Ау, ой, поехали. Наконец-то. Итак, переходим к теме подростков, да, более подробно. Мастурбация, да, посмотрим, господи, какие-то рука оскверняют, рукоблудия, грехопадение, вообще кошмар какой-то. Мы будем говорить о том, что мастурбация, это прекрасно, это необходимо. И вот почему. А перед этим, нет, секундочку. А, ну все правильно. Существует огромное количество мифов о мастурбации. А мастурбация, она табуирована. То есть, ну, мы должны понимать, что мастурбация, это неотъемлемый процесс формирования зрелой сексуальности. Я объясню чуть позже почему, но сразу вот я немного прозомбирую о том, что запрет на мастурбацию является запретом на осуществление гармоничного сексуального развития личности. Ни в коем случае нельзя запрещать детям мастурбировать. Если мы, конечно, говорим о периоде там скубертата, иногда встречаются моменты, когда, ну, скажем так, дети раньше, скажем так, изучают свое тело, именно мастурбируют. Ну, это можно говорить о каких-то нарушениях. Либо ребенок не может справиться с тревогой, таким образом он справляется. Здесь, конечно, помощь специалисту нужна. Либо это выучено. То есть, кто-то заставлял это делать. Ну, это не будем обсуждать. А, но при этом, извините, я вернусь немного. И ни в коем случае нельзя маленькому ребенку запрещать изучать свое тело. Это необходимо. Он познает границы своего тела, познает себя. Я вспоминаю, когда еще училась на учителя, пришла в школу на практику, и там была учительница, которая, у нее было правило «руки на стол». Он в течение урока раз в пять могла кричать «руки на стол», и у нее машинально так руки складывались. Я решила в какой-то момент узнать, в чем дело. Она рассказывала, ну, и она поведала, что был предыдущий выпуск, где поймала мальчика за тем, что он трогал себя. Вы представляете, какая реакция при классе была, да, что ты делаешь это ужасно, отвратительно. И весь последующий выпуск все держали руки на столе. Нормально исследовать свое тело. Вы просто должны объяснить ребенку, где это стоит делать, где нет. Ни в коем случае не говорить, что это грязно, что есть части тела, которые трогать нельзя. Трогать можно и нужно. Ребенок познает мир и свое тело. Это абсолютно нормально и естественно. Итак, возвращаемся. Слава Богу, сейчас уже мастурбация – это нормальное физиологическое явление, первое естественное проявление сексуальной активности, основа сексуальности человека. Прекрасно. Приняли, допустили. Оказывается антидепрессивное воздействие. Да, говорим о том, что как, боже мой, как бедные подростки справляются с эмоциональным давлением во время сдачи ЕГЭ. Как могут, так и справляются. Хочешь помочь? Найди репетитора, поставь замки на конец твоей двери и стучись по утрам. Да, ну это уважаемо, конечно, необходимо уважать граница. Мастурбация является одним из основных методов сексуальной терапии. Ну, да, это правда. Важен такой факт, что более 50% людей с сексуальными нарушениями – это жертвы негативных родительских программ полового воспитания. К сожалению, да, опять говорим о стыде, что не нужно на ребенка навешивать свои страхи. Нам нужно пытаться как-то понять, простить, не знаю. Опять вернуться в родительскую позицию. Всегда возвращаемся в родительскую позицию. То, что происходит, я принимаю все, что происходит с тобой. Я люблю тебя, и я готова поддержать тебя в этом мире. Да, ты плод, мой плод. Ужасные какие-то слова. Итак, мастурбация, еще раз, полезна. Почему? Потому что формирует зрелые, адекватные, генитальные, эрогенные зоны, адекватные социальные сценарии. Вот не зря я почему-то картинку… А, про руку. Почему важно и нужно мастурбировать рукой? Я представляю, что мама моя там стоит. Почему именно для женщин? Вот для меня это было открытие, и я хочу поделиться. Во-первых, мастурбация, она действительно формирует зрелые, адекватные, господи, эрогенные зоны. Они с нами не падают на нас с неба. Допустим, Фия бросила, не знаю, там плески, и где-то они тут оказались. Они все развиваются. Чем больше мы занимаемся мастурбацией, тем эти точки, ну скажем, эти зоны более, скажем так, более разные. И во время секса нам проще получить органы. Почему не стоит прибегать, допустим, к струе душа? Потому что эти ощущения не повторяются во время секса. Эрогенные зоны сформируются, ну, не в тех, скажем так, не в тех местах, которые задействованы во время секса. И плюс сильный натиск струи, он действует как анестезия. Кому же никто падает в обморок от таких слов? Нет? Все в порядке? Хорошо. Ой, метод 50-прикосновений. Вообще прекрасная вещь. Очень много тренингов по «верни свою сексальность». Ну, в общем, очень много проблем у женщин, и об этом не говорится, не принято. Даже подругам так тихонько, а то и им вообще не говорится. Итак, метод 50-прикосновений. У нас настолько табуирована мастурбация. Допустим, мастурбация для мальчиков, ну, естественно. Привычно увидеть там мужчину с рукой в штанах. Ну, как бы, естественно, да. Ну, да. Нет? Где вы можете? Не то, чтобы каждый день увижу, но если бы увидела, ну, не убежала бы. Но, допустим, увидеть женщину с рукой в трусах, как бы, у меня более диковинно. Ну, вот. И возвращаемся к женской мастурбации. Не все, очень большой табу, как раз для девочек. Не все девочки изучают свое тело, прикасаются. Есть какие-то запретные места, отметить 50-прикосновений. О чем? В течение дня нужно прикасаться к себе как минимум 50 раз, к опиегинитариям, чувствовать свое тело. Когда формируется образ тела. Вот у меня есть не только вот что-то, руки, ноги, голова, соображаю, бухгалтер, выполняю какую-то работу. А есть и другие части тела, прекрасные, замечательные. Вот я молодец, существую такая целиком. Это очень важно. Итак, опять вернемся к родителям. Я прочитаю. Те дети, у которых отсутствует чувство близости с родителями, больше всего стремятся к тесной связи с родительниками. Но зачастую в подростковом возрасте она устанавливается скорее через секс, чем через общение. В результате подростки используют секс, чтобы удовлетворить свою потребность в близости и эмоциональном контакте. Помним вот эти многочисленные социальные связи, когда много-много партнеров. Не зацепил дальше, не зацепил следующий, не зацепила там еще одна. И вот такая череда, что мы стремимся. Ну хоть какую-то близость. Я помню эксперимент, не помню автора, американский психолог, эксперимент по поводу, ну в общем, эксперимент о близости. Итак, детенышам обезьянок, маленьких новорожденных, предлагалось два отзаменителя мамы, скажем так. С одной стороны, это была какая-то металлическая конструкция, которая давала молоко, и вторая просто кусочек тряпочки мягкой. И можно было увидеть о том, что детеныши выбирали мягкую тряпочку, несмотря на то, что... Ну, это даже щипательное, конечно, вот эти видео, но мы говорим о том, что мы выбираем то, что дает нам безопасность, то, что нам дает близость. Почему очень важно это в семье, да? Уже не секрет, что мы выбираем партнеров, исходя из семейных сценариев. Да, если мы говорим ребенку о том, что ты молодец, ты прекрасен, я люблю тебя, все, что ты чувствуешь, это нормально, опять-таки я повторяю, нормально злиться, нормально все, что происходит с твоим телом, и вообще ты молодец, ты хороший. Тогда, и когда ребенок становится подростком, мы разрешаем, мы даем разрешение на границе, ты можешь отстаивать свою безопасность, да, я уважаю твое решение. Тогда сформируется, вот, не знаю, отношение к себе правильно, и можно уже не бояться за ребенка, да, сформируется ощущение, то есть ребенок чувствует, что с ним происходит. Вот это мои желания, я хочу этого, да, он может просить об этом, либо, ой, нет, со мной так нельзя, со мной так не нужно разговаривать, да, или вот это для меня неприемлемо. Он смело об этом говорит, если родители, ну, скажем так, принимали его желание и поразрешали, давай, скажем так, выстраивать границу, то во взрослой жизни уже все гораздо легче, проще. Итак, о, переходим, о сексе с партнером. Очень много стереотип, да, почему трудно действительно говорить о сексе с партнером. Ну, во-первых, много страхов, да, иногда иррациональных. Почему боимся говорить о сексе с партнером? Ну, подумает, что я не какая-нибудь извращенка. Ну, это странно, двух детей родила, за картошкой ездили, а вот сейчас предложу ему что-то, подумают, что извращенка. Но, тем не менее, нужно говорить о том, что о норме. Что норма, скажем, в сексе, кто знает, кто подкова? Все устраивает. А? Если твоих партнеров все устраивает. Конечно, если не наносим вреда никакого ни физического, ни эмоционального, всем хорошо, то норма совершенно, ну, это норма, да, можно устраивать скриптиз, ходить в халате, но не нужно в парк в нем выходить. Все простое деление. Мы забываем, очень много страхов, мы забываем, что перед нами партнер, который те же страхи испытывает, тоже чего-то хочет, но боится предложить. Вот скажите, кто из присутствующих хотел бы, чтобы ваш партнер предлагал что-то новое, либо ему нравится, когда партнер предлагает что-то новое? Ну, поднимите руки, кола. Молодец, молодец, вот, не стесняйся, я должна как-то шторить, лес рук, лес рук, остальные все не хочу. Не у всех есть партнеры. Не у всех есть проблем. Нет партнеров, нет проблем. В общем, хотят изменения, мне кажется, хотят чего-то нового, мне кажется, все, но нужно об этом, нужно прокачиваться. Я не в такой семье, где все было доступно, где идеальное воспитание и прочее. Многим вещам приходилось учиться самостоятельно. Итак, первое. Если трудно говорить о сексе с партнером, разберись в себе. Пойми, на самом деле, чего ты хочешь. Потому что мы зачастую сами не знаем, чего мы хотим. Мы ждем какого-нибудь волшебника, который решит наши финансовые проблемы, эмоциональные проблемы. Знаем, где у нас точки все расположены, и все. Но, к сожалению, таких волшебников не существует. У нас ответственность нести за... Мы должны нести ответственность за свои желания. Если что-то хотим, значит, должны сказать. Как говорить, все просто. Спойлер, том. Берешь, кого ты говоришь. Итак, гораздо проще бросаться в океан экспериментов, когда получаешь положительную обратную связь. Нужно говорить обязательно, говорить о том, что замечательно. Вообще удивительно было, восхитительно. А давай знаешь еще что попробуем? И работаем. Расскажи о других. Когда трудно говорить о себе, можно перенести свои желания на ком-то. Вот, у меня подруга занималась... Ну, они попробовали. Давай. Или, по крайней мере, мы узнаем отношение партнера к происходящему. Отказ с альтернативой. Нужно учиться тоже отказываться, чтобы не наносить боль. Отказываемся, предложи альтернативу. Да? Я не готова к этому. Мы можем обсудить это позже. Либо, если вы понимаете, что вы совершенно к этому не готовы, что вы... Ну, естественно. Говорим о том, что я к этому не готова, но, может быть, я что-нибудь могу сделать, что... Чего бы ты хотел? Место. Я вам пишу. Если трудно выстроить диалог с партнером, сказать напрямую, то можно написать. Здесь, впрочем, мы подбираем нужные слова, нужные формулировки и делаем это более, скажем так, мягко. Подкидыш. Мы всегда можно подкидывать статью, видео и прочее. Такое, как бы, невзначай, почву разогреть. Штурман. Если трудно говорить о чем-то, то можно сделать, да? Положить руку, куда хочется, да? Или начать что-то делать и уже смотреть за действиями партнера. Идет он с тобой на игру, либо как-то останавливает. Ролевые игры. Ну, вообще прекрасно. Трудно говорить за себя. Я хочу прям произносить. Но если вы от имени какого-то героя это делаете, то здесь запреты, они очень стираются. Допустим, мне очень нравилась игра в ревнивую женщину. Вообще идеально. Приходит там соседка, приносит какую-то почту и потом... Кто это? Что у тебя с ней? Скажи. Да, я ошибся, дорогая. У нас проблемы. Давай обсудим. Ну, очень много. У каждого свои фишки, у каждого свои какие-то приемы. И здесь, конечно, важна прокачка. Опять возвращаемся к теме доверия и в том, чтобы понимать себя. Необходимо изучать свое тело. Необходимо изучать свои желания. Потому что за нас никто это не сделает. Доброго волшебника не существует. Если мы хотим поднять какой-то левел свой счастья, то должны и потрудиться. Спасибо всем. Любим вас за трудение. Спасибо.